привет дорогие друзья уважаемые подписчики с вами я мороз алексей компания групп монтаж ну в общем куда я еду в этот раз еду я на выезд на познакомиться с потенциальным своим клиентом насколько я понял по телефону клиент купил дом в деревне возможно прописка там и ж.с. есть газ и так далее но дом холодный еще требует отделки и до отделки естественно человек хочет сделать обустройство крыши кровля там мансардная ее нужно утеплять но так я понял что ошибок там достаточно ночью человек хочет чтобы там сделали ему все грамотно правильно дом находится на гинском районе то где-то 40 километров от москвы погодка у нас уже такая осенняя дожди зарядились дождливая начало сентября ну что поехали со мной будет интересно погнали сейчас вот вызвали меня в ногинский район посмотреть одну крышу клиент купил этот дом деревенский кстати ну хочет капитально строится здесь здесь есть возможность газа здесь и ж.с. прописка и так далее вот посмотрим что он купил ну и соответственно клиент хочет сделать здесь мансардная кровля сейчас обойдем дом со всех сторон вот колодец здесь ясно а дом то с претензий баллон предвидится ладно визуально я уже отсюда вижу гидроизоляции нет контур обрешетки нет все понятно стандартная ситуация ну и здесь тоже видимо терраса будет человека о как сильно перекрытие деревянное интересно с чего дом сделан я понять не могу ладно пойдемте внутрь здравствуйте александр я алексей ночью пойдемте посмотрим поближе крыши так что мы имеем как хорошо сейчас идет дождь вроде не течет вроде бы вот мы смотрим вроде мы не течет но что хочется сказать вы хотите мансардную кровлю да здесь вот смотрите гидроизоляции нету контур обрешетки для продых и соответственно тоже нету это все надо конечно переделать если для мансардного этажа это все но нужно переделывать разбирать естественно прочности но я слышал вы уже хотели металлочерепицу да так что тут у нас а а где у вас армопояс ну что нету вот с этим вся проблема о о о о это же пеноблок он вообще тоненький нет ужас да здесь александр знаете что надо ну дело посерьезнее как я думал здесь надо вот это разбирать всю крышу снимать и заливать армопояс видите у вас что пошло а сколько дом стоит уже лет восемь лет стоит дом восемь лет ну срок приличный но обязательно я кровлю мы не будем монтировать на такие стены обязательно надо армопояс все это усиливать потому что вы видите но это никуда не годится сейчас мы посмотрим да и здесь вот и здесь вот трещина пошла вот вот тонует в какой пеноблок я он вращаю в нем вообще не держится гвозди молотком можно забивать они входят с одного удара да а вы купили это видимо дом на продажу был да вам наскоряк его построили продать или что всего можно сказать видимо строили как может быть летний дом первый этаж оттавливается газом а второй этаж ну непонятно площади большие надо было сделать крышу конечно получше а газ есть у вас да возможность газа газ только есть то есть запитать газ и таки первый этаж а второй этаж вставлять вот такой крыши которая без утепления без без всего ну так то очень странно хотя и балконы вынесены и там с другой стороны да я вынужден сказать что крыша как бы у вас есть ну и можно сказать и нет это все надо если по уму это все надо разбирать заливать армопояс для начала на стены и хорошо раскреплять с фронтонами и заново делать стропильную систему и она кстати у вас приподнимется за счет армопояс вот в этих местах она приподнимется на сантиметров 20 армопояс заливается где-то 20-25 сантиметров и она крыша немножко приподнимется а вот уже уже а фронтоны они походу не связывали или они треснули нет походу не связывали они уже строили их потом ну вот видите это сигнал нехороший что разошлась эта стена они не связывали но то что не связывали какая разница эта стена вообще не связана на первом этаже но она на общем фундаменте же стоит да она стоит на общем фундаменте понимаете да согласен отклонение должно то есть нагрузка стропила давит на стены на эту и на ту вот видимо не профессионалы строили и думали что стропила связана и стену и фронтоны хотя тут жесткого угла не получится да вот такие вот дела а это вы еще балкончик да планируете здесь у вас выход на балкончик будет да на балкон он будет полностью застепленный полностью обшит ну соответственно балкон будет взят с крышей первого этажа входа угу вытеплять его тоже надо будет полностью поскольку здесь не будет то есть закрытый балкон ходить да да хотите а сюда выходить да балконный блок здесь не будет он если утеплить там хорошо то смысла нет вытепляем там крышу скат вытепляем пол стены ставим нормальный стыклопакет да да даже это я ехал на одну увидел другое тут я думал просто перекрыть крышу утеплить а здесь надо с маурлатами заняться не с маурлатами с армопоясом вот такие вот дела ладно дорогие друзья оставайтесь с нами надеюсь наше видео было полезным для вас познавательным с вами был мороз алексей компания круг монтаж пока вот я еду с этого объекта посмотрел я эту кровлю но ребята у меня есть вопрос как говорится вопрос из серии в студию да армопояс там безусловно нужно залить но у меня такое ощущение знаю что из газоблока если строят стены двухэтажные то как минимум там то заливают армопояс как минимум между первым и вторым этажом это я точно знаю а там не залит армопояса нет по кругу стен и между первым и вторым этажом и нету на втором этаже вот я сейчас задумался ну посчитаю сейчас человеку я смету только по стенам там где крыша двускатная и вы видели уже трещины от внутренних стен там существует но это коробку не упрочит общую я так думаю вообще я хотел бы услышать советы своих подписчиков или людей кто интересуется нашим каналом может дадите какой совет потому что на мой взгляд по хорошему счету нужно разобрать крышу я так думаю и разобрать фронтоны и армопояс залить полностью так сказать по скатной части дома и ну сделать его так сказать обвязку по кругу залить армопояс а потом уже строить два фронтона то на мой взгляд если у вас есть какие-то свои соображения ребята жду пишите в комментариях мы это все дружно рассмотрим тем более наверняка заказчик тоже будет смотреть и прислушается к нашему совету это я вот еду буквально с объекта я ему еще не звонил и не говорил но у меня такое подозрение существует что все таки надо сделать армопояс по кругу здания разрушить фронтоны ладно удачи пока ребята мой рабочий день закончен до новых встреч